Друзья, всем привет! Вы на канале 69хобби, меня зовут Артём. Сад находится на севере Московской области. В Telegram есть чат 69хобби, нижнее подчеркивание чат, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Заходите, уже более 1300 человек. Любые вопросы, фотографии, видео, проблем в саду обсуждаем. Не только я отвечаю, естественно, люди общаются все между собой. Заглядывайте. Итак, тема ролика сегодня. Друзья, стеклянница. В чате, начиная с мая, вопрос за вопросом, каждый день. Усыхают побеги, усыхают побеги, усыхают побеги на смородине. На черной, на красной, на любой. Давайте сегодня разберемся, как с ней все-таки можно бороться. Но чтобы победить вредителя, нужно знать его жизненный цикл. Чтобы было понимание, на каком этапе вы можете его достать ядами, а на каком этапе, в принципе, это бесполезно. Новички очень часто не знают вообще о существовании такого вредителя. А те, кто и знает, те не понимают, как с ним бороться, потому что, в принципе, не знают вот как раз, как он размножается в течение всего сезона и в течение года. Поэтому, если хотите перемотать, можете, конечно, перемотать, но вы не узнаете, на каком этапе, чем его нужно побеждать. Итак, примерно с конца мая до середины июня начинается лед бабочки-стеклянницы. Как выглядит стеклянница? Это с виду бабочка с прозрачными крыльями. Отсюда и название стеклянница. Тело похоже на осу, расцветка типа билайн, но без талии. Примерно около сантиметра. Размах крыльев может быть до двух с половиной сантиметров. Так вот, эта бабочка появляется из стволов смородины, из побегов. Вы спросите, как же она оттуда вылезает? Не имея, собственно говоря, никаких органов для того, чтобы прогрызть кору. Перед тем, как окуклиться, гусеница прогрызает себе заранее этот выход и окукливается. Потом бабочка вылупляется и спокойно покидает свое убежище. И начинает свою вредоносную деятельность. Примерно от 50 до 200 яиц откладывает одна самка. Иногда это количество доходит до 1800 яиц. Откладывает она их в основном по одному. Реже группами по несколько яиц. В трещины в коре, в повреждения в коре. И под молодые почки. Лед этой бабочки продолжается примерно до середины июля. Но все зависит от региона. Так же, как и начало лета, так же, как и конец лета. Естественно, в южных регионах это происходит раньше, в северных позже. В южных регионах цикл жизненной стеклянницы составляет один год. Чем севернее, тем больше. Два, даже три года в более северных регионах. Примерно 4-6 недель она откладывает яйца. После чего, примерно через 1-2 недели, появляются гусеницы из этих яиц. И начинают свою активную деятельность. Прогрызают побеги и проникают внутрь. То есть, если бы не успели их уничтожить, они уже внутри. Прогрызают кору и попадают внутрь стебля. И двигаются в течение сезона вниз к корневой системе. То есть, если вы разрежете побег вдоль, вы увидите и ходы, и, возможно, этих самых гусениц. Либо уже куколки. После чего она кукливается и в таком виде зимует. То есть, личинка питается сердцевиной, и поэтому побег усыхает. Листья начинают желтеть и потом засыхать. То есть, это значит, что вы как раз пропустили момент обработки, когда гусеницы уже попали внутрь ствола. Все, на этом цикл замыкается. То есть, опять гусеница, личинка, бабочка. Гусеница, личинка, бабочка. И так из года в год. Пока ваш куст не кончится. Какие же методы борьбы, исходя из жизненного цикла, стекляницы мы можем применить? Первая обработка сада, как правило, это вазелиновыми маслами. Профилактин, 30+, против зимующих форм насекомых. Как бы. Но тех, которые зимуют под корой. И которые выходят наружу с первым теплом. То есть, эта обработка на стекляницу не влияет никак. Вы ее просто не достанете. Она в этот момент спокойно себе в куколках внутри ствола еще спит. Поэтому самые важные обработки это весенняя и летняя. Весенняя. Первое. По стеклянице делается до цветения. Как раз вот здесь вы можете применить октару. Вообще, в принципе, какие препараты против стекляницы хорошо действуют? Октара, Кинмикс, Фуфанон, Искра. Вариантов очень много, поэтому можете посмотреть. Эти списки в интернете все есть. Имеет смысл как раз в этот момент октары пролить. Почему? Потому что яд попадет в сок ствола. И когда из яиц вылупятся гусеницы, прогрызая эту кору, соответственно, они получат отравление. Все препараты против стекляницы – это кишечно-контактные инсектициды. То есть просто контактными препаратами ее взять практически невозможно. Срок ожидания при проливе – 60 дней. При опрыскивании по листу – 21 день. То есть понимаете разницу? Поэтому лучше пролить. В какой пропорции разводить? Я перелопатил уйму формов, статей. Полная каша. Кто во что гораст. Я пришел и, в принципе, очень много такого мнения увидел, кто так же делает. Это 4 грамма на 10 литров воды и примерно под куст 2-3 литра. То есть это нормальная дозировка, которая защищает ваше растение от стекляницы. Очень много споров вызывает вопрос, что ягоды будут отравлены. Ягоды формируются совсем по другому принципу. Яд у вас будет циркулировать только в коре и листьях. Там совсем другой процесс образования плодов и цветения. Поэтому здесь ничего страшного нет. Но это уже, как говорится, выбирайте сами. Либо потерять весь куст, либо есть ягоды. Плюс пролива в том, что вы не вредите опылителям, так как они контакта с этим ядом иметь не могут. Следующая обработка после цветения обязательная. Когда у вас уже завязались ягоды. Здесь вы можете использовать другой какой-нибудь препарат, так как актару вы уже использовали. То есть я, допустим, использую искру. У искры тоже длинный срок ожидания. Но, в принципе, до созревания урожая этого срока достаточно. Можете использовать фуфанон. У него 21 день, у искры 60 дней. Но обработать нужно обязательно. Соответственно, здесь по инструкции просто опрыскиваем весь куст. Против кого мы здесь опрыскиваем? Как раз против тех бабочек, которые вылезли и начинают откладывать яйца. То есть они контактируют с кустом и, соответственно, получают отравление. Такую обработку желательно сделать с повтором примерно через 7-10 дней. То есть двойную. После этого вы можете применять только биопрепараты. Липидоцит, битоксибацилин, фитоверм. То есть выбирайте что-то одно. Но помните, что биопрепараты нужно минимум 4-5 раз обработать. С интервалом 5-8 дней. То есть, в принципе, если вы хотите отказаться от химии при опрыскивании, то тогда вот эти биопрепараты можно применять тоже против стеклянницы. И, естественно, последняя обработка, которую вы делаете после сбора урожая. Вот здесь вы можете октары тоже еще раз пролить. Как раз еще на 60 дней до осени, пока идет лед бабочки. Либо обработать ей уже по кусту, все следуя строгой инструкции. Из профилактических мер, из народных мер, так сказать, вы можете высадить сильно пахнущие растения рядом с кустами смородины. Календула, бархатцы, лук, чеснок, бузина. Таких растений много, тоже можете пошерстить в интернете. Я просто не увлекаюсь, честно говоря, этим. Что делать с побегами, которые уже усыхают? Естественно, обрезать и сжигать. Режете до живой ткани, где нет черного отверстия в центре. Если весь побег с черным отверстием, значит, вы пропустили гусеницу, которая уже прогрызла и ушла в корни. И, возможно, будет уже теперь рецидив на следующий год. Спасать такие боевики бесполезно, только уничтожение. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы, почему смородина усыхает. Присоединяйтесь к чату 69хобби.нижнее подчеркивание чат. Ссылочка в описании под видео, в телеграм. Не скучайте, не болейте, любите свой сад. И он обязательно ответит вам взаимностью. Всем пока!